Аромат Фрустрация от Этат Либре Д'Оранж Всем добрый день, я из Украины Снова рада приветствовать вас на своем канале Я на канале всегда показываю подробно, как выглядят оригинальные флаконы с люксовой или нишевой парфюмерией Для того, чтобы вы не нарвались на подделку при покупке ароматов с рук, например, или во время обмена Также я рассказываю еще немного и о самих ароматах Если вам эта тема интересна, подписывайтесь на мой канал Обязательно ставьте лайки моему видео или дизлайки и присоединяйтесь к нашему сообществу Сегодня речь пойдет снова об аромате от парфюмерного дома Элда Этат Либре Д'Оранж Оранжевое свободное государство, маленькая республика Подробно о основателе этого дома и вообще о концепции этого дома Об Этьене Сварте рассказывала в предыдущем видео Когда я рассказывала об аромате Experimentum Cruises Поэтому не буду останавливаться Сброшу ссылку в инфобокс Посмотрите детально о компании А сегодня я кратенько расскажу только о самом аромате Который сегодня у меня в обзоре Это аромат, новинка 2022 года Аромат, который называется Frustration 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 это разочарование Как написано на сайте Элда And frustration is what we need, my friend То есть все, что нам нужно, мой друг, это разочарование Хочу сразу сказать, что название аромата Мне кажется, абсолютно не соответствует тому Что мы найдем внутри этой коробки Итак, сейчас покажу поближе, как выглядит флакон И дальше расскажу об аромате Аромат Experimentum Cruises я показывала уже без следы И сейчас покажу, как выглядит вот прям из бутика Элда Флакон Ну, слюда, которую мы сейчас снимаем Такая же абсолютно коробка Надпись Eau de parfum Вот это вот медная Похожая на чеканку Такая наложена типа шильды Надпись Frustration Что изображено на коробке Вот это шильда То есть во всех флаконах, как вы знаете На всех коробках Это трехцветная в цвет французского флага Здесь этикетка Здесь вот, смотрите, такой красивый орнамент Это все объемное Вот как настоящая чеканка Такой фруктово-цветочный орнамент Здесь и малина И листья мансеры Какие-то тропические цветы И вот это наша закладочка В цвете французского флага Открываем И внутри такая же красота Как и в аромате Experimentum Cruises Только флакон красного стекла Смотрите Такая же коробка То есть все абсолютно такое же Зеркальное вот это отражение зеркала Сзади угловое Для того, чтобы увидеть отражение флакона Ну, флакон, конечно, красивый Вообще люблю красивые красные флаконы Как вы помните, у меня на канале есть видео О подделке в красном флаконе Chanel Red На дне коробки И на дне флакона Сразу хочу показать Есть бачкод Вот вверху цифры Это бачкод Который совпадает с цифрами на дне коробки Такая же наклейка Такая же шильда Как и на коробке Такая же и на флаконе Ну, смотрите Вот Скорее всего, это все-таки, да Что-то, какой-то металл Как будто бы медь или что Вот у меня даже он немного на сгибе треснут здесь Но это, я думаю, произошло все Во время того, как Сворачивали, сгибали поперек пополам эту наклейку Потому что она реально выглядит, как металлическая Это прозрачное стекло Я говорила, в прошлый раз говорила, что это в непрозрачных флаконах Флаконы, ну, довольно прозрачные, неправильно сказала Красное стекло, очень красивое Один угол скошенный И выпуклые буквы литые И тат либре д'оранж Крышка такая же С фирменным Вот этим оттиском круглым Как и на всех флаконах С надписью тат либре д'оранж Париж Крышка металлическая Тяжелая, золотая И золотой пульверизатор Посмотрите внутрь Там едва заметный Очень аккуратный такой переход От пружинки распылителя к трубочке В принципе, трубочка, я вижу, что заметна Эта коллекция называется Экстраординарная Очень похоже название на экстраординарную коллекцию От Ван Клифф Которая я делала обзоры тоже Ну и теперь же главное Послушать все-таки Аромат на коже Как он будет Раскрываться Вот эту красоту Этот красивый красный флакон Я распечатала Кстати, вообще очень люблю красные флаконы У меня пока в коллекции мало Но не знаю Наверное, любая женщина любит красный цвет И этот флакон Это, конечно, вот Я уже несколько дней на него смотрю Этот флакон действительно такое Как произведение искусства Мне очень нравится Вот очень и очень Почему? Как мне кажется Это название аромата Не соответствует тому, что в нем Вот самому содержимому флакона Ну, что такое фрустрация? Это такое эмоциональное состояние Когда человек переживает Когда он не достигает желаемого Когда его желания и надежды Получить что-то Разбиваются И человек испытывает Такое вот Очень-очень сильное разочарование Гнев Расстройство его планов Уничтожение его замыслов И это приводит К определенному состоянию Которое в психологии Называется фрустрация Ну, мне это слово В принципе Нравится Нравится Но я считаю Что то, что вложено в этот флакон Этьеном Свартом Абсолютно не соответствует названию Как описывает сам создатель Парфюмерного дома В этот аромат он вложил свои детские воспоминания Своё общение с мамой И вот именно это его Это ему навеяло Вот эти ноты Которые он вложил в аромат Этьен де Сварт говорит Что в этом аромате Вот Ну, как он его ощущает И как он задумывал его Это стручок ванили Садовая роза С красными лепестками Замешанная на старом роме И Который с амброй И с бурбонским ветивером Смешан Честно говоря Я ношу этот аромат Носила его Уже несколько дней И Ну, абсолютно Я не ощущаю Вот Такого У меня нет отсылок к детству Да, если Этьен Сварт Говорит, что он Когда общался с матерью Вот она ему рассказывала что-то О том Какие у него могут быть надежды И вообще Обо всех его Таких вот Проблемных каких-то моментах То Я в этом аромате Абсолютно вот Не чувствую Никакого разочарования Да У меня фрустрации нет Я его попробовала Вначале В магазине Как только он появился И очень Сразу он у меня в виш-листе Оказался И вот Наконец-то Все-таки я не выдержала И приобрела этот аромат Аромат Вкусный Он Алкогольный Очень Ярко В нем слышится Сразу Вот Какой-то такой Знаете Ореховая Настойка Но именно Настойка Самих орехов И жареные орешки Жареные кешью С жареным Даже вот Не с арахисом На чай Мне показалось Что это арахис Но потом Я поняла Что Больше Какой-то Фундук Жареный Знаете Как нутелла Смешанная С фундуком В то же время Этот аромат Не сладкий Несмотря на то Что в нем есть И карамель И ваниль И шоколадность Ну вот Я не чувствую Здесь сахара Он как бы И гурманникой Отдает Да Но В нем абсолютно Нет сладости Мне это очень нравится Аромат Жареных орешков Шоколадной пасты Даже чем-то Мне напоминает Такие детские конфеты Грильяш Я в детстве любила Это орехи С карамелью И покрытой шоколадом Они такие твердые Ты их понемногу Откусываешь И рассасываешь Во рту И все это Замешано С таким вот Густым Чуть-чуть Сладковатым Ромом Аромат Довольно теплый Довольно насыщенный Однозначно Он будет И мужской Женский Но вот Никакого разочарования Никакой фрустрации Нету отсыла У меня О том Что Как опять же Написано на сайте Что Этот аромат Позволяет Во взрослом Пробуждать Внутреннего ребенка А в ребенке Внутреннего взрослого То есть Такая вот Трансформация Возрастная Но Абсолютно Ничего не слышу Отсылок Детства У меня нет Он Несъедобный То есть Не такой Вы не кухню носите Не печеньки на себе Теплый Ну чуть-чуть Вот именно Амбровость Чувствуется Древесность Совсем легкая Но в принципе Этот аромат Очень интересен Он Хорошо Чувствуется Хорошо Раскрывается На теплой Мужской Коже У меня Кожа Холодная Но тоже Я хорошо Его ощущаю И вот этот Вот аромат Орехов Он в течение дня Трансформируется Но все равно Вы слышите Такую Ореховость Когда-то Я делала Обзор На У меня были Ароматы Из Линейки Киллион Яйца И вот там Был аромат Тоже Ореховый Но Там он был Конечно Ореховый С розой Здесь я розу Не слышу Несмотря на то Что Написано Что она Есть В В пирамиде Как ни странно Во многих Ароматах От Элда Вот именно Вот этой серии Экстраординарной Я не чувствую Розы Хотя Она там Заявлена Но вот сразу Первое впечатление Что розы нет В общем Резюме Какое Этот аромат Алкогольно-ромовый Теплый Карамельно-ореховый Но не сладкий Очень приятный Он вас обволакивает Может быть Поэтому Отсыл к детству О том Что это такое Вот как Аромат Такой кокон Аромат защита Он очень стойкий Он довольно хорошо Слышен окружающим Вам он тоже Будет очень хорошо слышен Потому что Очень хорошо Цепляется За одежду Кстати Вот носила Его со свитером И свитер Очень и очень Долго Еще Благо ухал На следующий день Когда его Достаешь из шкафа Чувствуешь Этот аромат Немного Даже Остается Потом на теле Такой дымок Как будто бы Вот эти орешки Жарили Даже вот На каком-то Таком уличном Костре Что ли Ну Многогранный Богатый аромат Мне кажется Аромат Аромата Киллиан Доля Ангелов Анжел Шеррс То есть Аромат Очень я считаю Приятный Он будет Не навязчивый Из-за того Что в нем Вот есть как бы Алкогольность Но она Не спиртовая То есть Вы спирта Вообще не слышите Очень рекомендую его Ну прям для меня Это была такая Хотелка Вишлист Я обычно Обзоры Если я иду в магазин Что-то там Затестила Или покупаю Отливанты Я такие мелкие Обзоры Всегда пишу У себя в инстаграме Свои Список желаний Можете подписаться На мой инстаграм Ссылка в инфобоксе На страничку Мою есть Там я всегда До того Как я снимаю Видео И некоторые ароматы Не доходят До обзоров Таких видео Я всегда пишу О том Что я затестила Что мне понравилось Выставляю фотографии Видео Можете Подписаться На инстаграм И там более Информативно Но вот этот Я очень рекомендую К затесту Он довольно Дорогой аромат Может быть сразу Его даже Не рекомендую Я покупать Купите Отливант Я своим ароматом Уже начала делиться И Но обязательно Его нужно попробовать Перед тем Как принимать решение Покупать Не покупайте Вслепую Потому что В принципе Вот это Экстраординарное Линейка У Элда Она такая Специфическая Я бы не рекомендовала Покупать Не глядя И Попробуйте И на женской Те кожи И на мужской Написано на сайте Что этот аромат Унисекс Я бы его даже Рекомендовала И мужчинам Вот прям Как мужской аромат Я считаю Что это будет Один из ароматов Которым будем Пользоваться Мы вдвоем С мужем Если вы Этот аромат Уже когда-то Пробовали Или он у вас Вишлистер Напишите Чем он Вам пахнет Ну вот такой Вот у меня Обзор Спасибо за внимание До новых встреч Продолжение следует